Привет всем, друзья! С вами я, Эдскрайвер. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня супер обзор Xiaomi Mi 9 SE. И действительно, как написано в заголовке, забегая вперед, я скажу то чувство, когда зря взял Redmi Note 7. Mi 9 SE это не мой телефон, я не себе его купил, но если бы не было возможности, то я бы себе его точно приобрел на место Note 7. Почему? Мы сегодня поговорим об этом подробно. Итак, начальная распаковка. Вот такая коробочка белого цвета Mi 9 SE написана. В комплектации зарядка, сразу Quick Charge 3.0. Классно, отлично, спасибо большое. Шнур USB-C, USB, скрепка, мануал, чехол также в комплекте и переходник с USB-C на миниджек. С чехлом такая интересная ситуация. Телефон мне пришел синего цвета, а чехол темного цвета. Мне кажется, это нелогичная история, потому что было бы логично сюда белый чехол, чтобы всю эту прелесть не скрывать под темный чехол. Потому что телефон, ну на самом деле, очень-очень красивый. В общем, такая комплектация. Хорошо, что здесь есть сразу Quick Charge 3.0 и также чехол. Начнем с характеристик. Экран здесь 5,97 дюйма, Super AMOLED, Full HD+, разрешение 422 ppi. Для такого небольшого экрана это очень и очень большое разрешение. Давайте проверим уровень яркости. Минимальный уровень яркости хороший, то есть в темноте он не будет вам слепить. А максимальный уровень яркости тоже хороший. Я проверял, друзья, днем на свету. Телефон при солнце хорошо очень видно на максимальной яркости. Мне это удивило. AMOLED-матрица здесь действительно рулит. Экран очень четкий, сочный, яркий, такие тона, но с другой стороны не такие броски. Кстати, здесь есть интересный момент. Можно установить темную тему. То есть это официально, без всяких других левых прошивок. Нажимаете вот эту кнопочку и у вас появляется темная тема. Смотрите, классно. Темная тема очень сильно экономит батарею. В общем, экраном я полностью-полностью доволен. В экране есть еще одна фишка. Вы можете ставить заставку, как на AMOLED-экранах. То есть это Always-On Display. Ну, можно сказать, интерпретация Always-On Display. Далее модули связи. LTE. Здесь бэнды 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28. В общем, много разных бэндах. Но отметим, что 3, 7 и 20 бэнды присутствуют. То есть 4G везде ловит. Ловит отлично. У меня мегафон 7. Везде связь была и никаких проблем с этим не было. Wi-Fi. Здесь есть на 2,4 Гц. Также на 5 Гц. Прием и раздача. То есть вы можете раздавать с очень хорошей, быстрой скоростью. Bluetooth 5.0. GPS есть. И NFC, друзья. NFC здесь тоже есть. Мне кажется, здесь все воткнули. Все, что только можно по максималке. Операционная система. Android 9 Pie. То есть 9-й. Android MIUI 10.2. Скоро прилетит обновление на 10.3. Жесты есть. Это стабильная глобальная версия. Обновления прилетают регулярно. Недавно, кстати, прилетело обновление. И камеры немножко обновились. То есть там где-то был английский язык. То есть все стало на русском. Раньше было ультра-вайт. Сейчас рыбий глаз. То есть все обозначено так, как необходимо. А пока мы продолжаем, друзья. Не забывайте подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео. Не забывайте о колокольчике. Пишите любой комментарий. И делайте репост этого видео в любых соцсетях. Даже в мессенджерах. Как хотите, друзья. Все это поможет этому каналу. Большое вам спасибо. А мы продолжаем. К камерам перейдем. Камера здесь, друзья. Ну это прям великолепно. Основная камера на 48 Мп. Настоящие 48 Мп. Не интерполяция. F1.75. Это Sony AMX 586. Далее снизу идет телеобъектив на 8 Мп. F2.4. И сверху широкоугольный объектив. 13 Мп. F2.4. И угол градуса у него 123. Рыбий глаз, по сути, встроенный в ваш телефон. И это очень-очень классно. Но все мы это, конечно, друзья, протестируем. Фронтальная камера на 20 Мп. F2.0. Камера основная снимает в 4К 30 кадров в секунду. Full HD 30 кадров в секунду. И фронтальная камера снимает в Full HD 30 кадров в секунду. Давайте сейчас посмотрим примеры фото и видео на основную и фронтальную камеры. Первая фотография сделана на 48 Мп. Приближаем тестер для линз. И смотрите, о чудо! Это впервые, наверное, на моем канале, когда пятый ряд виден. Четко виден, понятно, первый, второй, третий, четвертый. Но пятого ряда почти что никогда не было видно. И обратите, 48 Мп, друзья, все-таки вытаскивают. Обратите внимание на эти полосочки. Это реально очень-очень круто. Идем к краю линзы. Здесь качество, как обычно, теряется. Но, в принципе, смотрите, четвертый ряд виден. Пятого, понятно, уже не видно. Далее снимаем тестер для линз на широкоугольную камеру. Приближаем. Здесь, конечно, качество похуже. Напомню, что здесь 13 Мп, широкий угол. Цвета, цветопередача, контрастность уже не такая мощная, как на основной камере. И, конечно, здесь все чувствуется. Но четвертый ряд, в принципе, виден. Идем к краю линзы. Здесь вообще, вот, как бы, получается все такое замыленное. Потому что, в принципе, это широкий угол. И широким углом всегда такое случается. Ну и телеобъектив. Следующая фотография. Тоже приближаем. Видим, здесь детализация точно такая же почти, что как на широкоуголке. Идем к краю линзы. И что мы здесь видим? Почти, что все то же самое. Далее, следующая фотография. Вот, просто на 48 Мп приближаем. И видим очень неплохую детализацию. Хотя освещение такое достаточно простое в комнате. Но уровень детализации, цветопередачи, все достаточно достойно. Следующая фотография на широкий угол. И обратите внимание, да, вот стена. И, по сути, если камеру подвинуть на этот уровень, то всю стену он просто-напросто захватит. То есть, это просто ультра широкий угол. Конечно, качество здесь уже теряется. И обратите внимание, насколько оно хуже. Но в целом, вот такая возможность, то, что она существует, это очень-очень круто. Следующий телеобъектив. То есть, он приближает, двухкратное приближение мы видим. Но качество так себе. То есть, по сути, телеобъектив здесь на самом деле и не нужен. И широкоугольник, это реально классная штука. Смотрите, телеобъектив, качество плохое. Мы можем делать снимки, в принципе, на 48-мегапиксельную камеру. Приближать, и у нас качество будет гораздо-гораздо лучше. То есть, по сути, телеобъектив здесь не нужен. Следующая фотография сделана в темноте, в полной темноте на 48-мегапикселей. Обратите внимание, детализация, да. Хотя мало что видно, но, в принципе, детальки есть определенные. А это с включенным HDR. HDR очень начинает сильно шуметь. И камера превращается в 12-мегапиксельную. Но и тот, и тот результат достойный. Но на 48-мегапикселей все-таки снимок без шумов и более четкий получается. Далее примеры видео на основную камеру. Сейчас пишем на основную камеру. В Full HD качестве 30 кадров в секунду. Обратите внимание на стабилизацию, на картинку, на плавность. Звук мы тоже непосредственно пишем на эту камеру. Но мне понравилось и фронтальная, и основная камера. Мне кажется, они достойны за свою цену. Именно за 20-ку, которую можно взять на Алиэкспрессе. Это просто будет супер бомбезная. Ну и, конечно, широкоугольный. Давайте объектив посмотрим. Сейчас снимаем на широкоугольный объектив. По HD качестве. Обратите внимание, насколько картинка стала шире. То есть можно снимать от себя, влоги снимать. И в таком стиле, и в таком стиле. Короче, классная штука, удобная. Но стабилизация, давайте здесь подражим немножко, да, то стабилизация здесь немножечко хуже, чем на основной камере. Следующая это селфи-камера. Селфи-камера мне тоже понравилась. Она, можно сказать, такого флагманского уровня. Здесь 20 мегапикселей, апертура f2.0. Обратите внимание на детализацию. Мне здесь просто, друзья, очень все понравилось. Все мои морщины, недочеты, все видно отлично. Хорошая детализация, хороший цветопередатчик. В фронталке вообще вопросов никаких нет. Можно на нее снимать, и будет отличное и достойное качество. Сейчас смотрим пример видео на фронтальную камеру. Итак, это запись видео на фронтальную камеру Mi 9 SE. Пишем Full HD качестве. Звук пишем тоже непосредственно на камеру. Можете обратить внимание, насколько она стабильна, насколько цветокоррекция передается тем или иным образом. Далее идем к начинке этого телефона. Здесь новейший 712 Snapdragon. Построенный по 10-нанометровому техпроцессу. Здесь используется 8 ядер Крио 360. Мне он очень понравился. И подробнее о том, как он поглощает все игры, мы поговорим немножечко тоже попозже. Здесь видеоускоритель Adreno 616. Версии есть на 6.64 и 6.128. В моем случае версия 6.64. Память типа LPDDR4X. В Antutu он выбивает около 178 тысяч баллов. То есть намного больше, чем 710 Snapdragon. То есть предыдущий Snapdragon. А Minijack, друзья, Minijack здесь нет. Есть переходник для Minijack. Сканеры отпечатков пальцев встроены прямо в экран. Работает неплохо, но не так быстро, как обычный сканер отпечатков пальцев. Я проверил его со стеклом, друзья. Со стеклом сканер отпечатков пальцев тоже срабатывает, но не сразу. То есть он срабатывает либо еще медленнее, да, либо ошибается. Разблокировка по лицу тоже все работает абсолютно без проблем. И также есть ик-порт. То есть полный абсолютно набор, кроме Minijack. По звуку. Звук, друзья, здесь мне очень понравился. Он нормальный, чистый, четкий, очень хороший, такой грамотный звук. Видно, что он стремится к такому премиальному. В наушниках звук тоже нормальный. И здесь также есть APTX. Батарея. Батарея на 3070 мАч. Кажется, не так много. Но, друзья, на один день этого точно хватит с полной загрузкой. На два дня можно растянуть. У меня получилось растягивать даже без каких-либо проблем. По сути, Redmi Note 7 тоже где-то в таких же временных пределах работает. Зарядка здесь Quick Charge 3.0. Сразу же в комплекте. Заряжает телефон за 1 час 30 минут полностью. Один час игры посадил этот телефон на 15%. Что очень даже неплохо. Конкуренты этого телефона. По мне так, это Asus Zenfone Max Pro M2. Один из таких самых основных конкурентов. По всем параметрам, по всем статистикам. Также основной флагман компании Mi 9. И у AWP 30. Два последних телефона дороже. Первый немножечко дешевле. И о ценах. Друзья, версия на 4.64 у официальных дилеров стоит около 27 тысяч рублей. То есть, это чуть больше 400 долларов. На Али вы можете купить этот телефон в районе 20 тысяч рублей. Или 310 долларов в глобальной версии. Поощряю вас, друзья, переходите на телеграм-канал. Который находится в описании под этим видео. Там все ссылочки на этот телефон, на другие смартфоны. Много купонов, скидок и всего-всего того, что вы любите. Поэтому обязательно переходите на телеграм-канал. Подписывайтесь. И там, кстати, будет ссылка на этот телефон, друзья. Где я покупал его и у кого-то продавца. Также другие ссылки можете найти в описании. Перейдем к внешним деталям этого телефона. Сверху динамик разговорный. Также фронтальная камера на 20 мегапикселей. На левой грани SIM-латок. Сюда можно установить только 2 nano-SIM-карты. MicroSD сюда установить невозможно. Внизу основной микрофон. USB Type-C. И основной динамик. На правой грани качелька громкости. И кнопка включения-включения. На обратной стороне мы видим сверху вниз камеры. Первая это рыбий глаз на 13 мегапикселей. Далее основная камера на 48 мегапикселей. И внизу телеобъектив на 8 мегапикселей. А еще ниже вспышка. Сверху мы видим второй микрофон для шумоподавления. Икпорт. Садняя крышка сделана из стекла. Также надпись Mi. И весь ободок сделан из алюминия. Проверим в хроме и в YouTube, друзья. В начале YouTube скролится очень отлично быстро. Никаких проблем. То есть все просто, друзья, на максималках. И это приятно. Если ваш интернет тянет, то этот телефон будет тянуть тоже. В хроме тоже никаких проблем. Все очень быстро и шустро. Можно серфить по интернету, не напрягаясь. Перейдем к плюсам и минусам этого телефона. Первый плюс это 712 Snapdragon. Новый, отличный, очень хорошо тянущий. Второе это эргономика. Это небольшой телефон, друзья. Это самый, наверное, удобный телефон, который я держал за последнее время. Третий плюс NFC. Напомню, что в прошлой версии этого телефона NFC не было. Четвертый плюс это экран. Экран отличнейший. И пятый плюс это камеры. По сути все. Основная камера и фронтальная камера и широкоугольник мне тоже понравился, кроме телеобъектива. Из минусов. Батарея на 3070 мАч. Хотя этой батареи хватает по моим тестам. То есть, в принципе, на два дня ее можно растянуть. Но чуть-чуть ее сделать бы побольше. Вообще, вообще было просто супер. Но и так этой батареи хватает на уровне Redmi Note 7 приблизительно. А далее второй минус. Отсутствие светового индикатора. Если честно, я сначала не поверил, что это на самом деле возможно. Я его искал, переискал. Я его пробовал найти везде в настройках. Но светового индикатора здесь, друзья, просто-напросто нет. Я не знаю, почему они сюда его не накатили. Но еще к минусам я бы отнес, что здесь нет миниджека. Хотя эта проблема тоже решается. А далее игры. В играх, друзья, телефон вообще абсолютно не задумывается. Я на ультрах играл в Asphalt 9. И никаких проблем. В больших замесах я участвовал. Телефон вообще не задумывался ни на секунду. То есть, великолепно играет. Около часа я играл. И никаких проблем не обнаружил. Поэтому можно сказать, что это абсолютно игровой телефон. А какие выводы, друзья, по поводу этого телефона? Рекомендую ли я его к покупке? Однозначно, да. По мне, друзья, это один из самых правильных, самых лучших телефонов, которые сейчас существуют на рынке. Конечно, будет сравнение с Redmi Note 7. Хотя это два разных аппарата, я считаю. Но все-таки их нужно сравнить и лоб в лоб. И скоро на канале вы увидите сравнение этих телефонов. Поэтому, друзья, всем однозначно рекомендую этот телефон к покупке. Если на Али он будет в районе 20-19 тысяч рублей, это самый топчик-перетопчик, который вообще возможно только себе представить. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения, всем позитива и добра. Всем пока-пока.